Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Смылов или Живия. Добро пожаловать на канал Живия! В моих руках находится карта, на которой у меня отмечены координаты, которые я купил на аукционе. И по этим координатам я сегодня найду свой автомобиль, который купил за 150 тысяч рублей совершенно вслепую. Я не знаю, что там за автомобиль меня ждет. Но мне сказали, что это Мерседес. То есть, Мерседесы бывают разные. И на самом деле такая классика из 90-х. Стоит 150 тысяч рублей? Да, да, бывают. Реально, да, реально. Вот, монтажер может ставить фотографию типичного Мерседеса ценой в 150 тысяч рублей. И, возможно, нас сегодня ждет что-то подобное. Так что я уже денежки перевел, абсолютно доверяю продавцу. И пойдем тут, в принципе, недалеко. Ну да, я у него уже покупал автомобиль. Точнее, не я, мне его стажер порекомендовал. Да, вот в этом видеоролике он у него купил автомобиль, который нас прославил на всю Россию. Так что, не знаю, может быть, сегодня что-то похожее будет. Нет, нет, сегодня мне обещали Мерседес. Я уточнил, чтобы марку, чтобы приколов как бы не было. Но, если честно, место вот эти всегда эти, как их называют, аукционщики выбирают. Для того, чтобы закладывать автомобиль. Это просто ужас. Постоянно какие-то леса, постоянно какие-то вот эти видео. Что тут вообще такое происходит, а? Но мы буквально находимся уже в метрах 100 от того места, где может быть находиться наш автомобиль, который мы купили на аукционе. Вот только надо бы успеть до того, как начнется шкарь. Да, Веря, здесь какая-то помойка вообще. А вот бочка здесь, бомжи греются стопудово. Слушай, ну по моим координатам мы прямо уже на точке. Мы прямо уже находимся на том месте, где должен быть наш автомобиль. Но ты же знаешь, там эти координаты, они с точностью до 20-30 метров находятся, радиус. И мы должны где-то искать нашу тачку. Я не знаю, где она может быть. О, блин, капец, дождь пошел. Смотри, лобовые стекла от автомобилей. Угу. Здесь какой-то склад. Вон их тут много. Вот, смотри, тачка, нет? Е-е-е, тачка, да? Блин, подожди, это бампера. Это тупо бампера какие-то. Ну там их много. А? Там их много. Очень много бамперов. Вот тебе на 150 тысяч рублей в Мерседесу, да, бампер? Думаешь, это Мерседесовский бампер? Похож на Камри. Нифига ты как разбираешься. Да. Ну, может быть, здесь и Мерседесовский есть. Но не может бампер стоить. Стой капец какой-то. А это что? Я издалека подумал, что это коробки просто. Подожди, неужели это автомобиль? О? Мерседес? Катуре. Трехконечная звезда Мерседеса. Так это что, это наш автомобиль, что ли? А что по кузову? Все с кузовом. Это реально Мерседес, что ли? Вон спереди тоже этот значок. Я не знаю, не очень похоже на Мерседес, если честно. Не, может быть, такая история, что типа кузов у него сгнил. Ну, сердце-то оно, знаешь, самое главное в двигателе, ой, самое главное в фамилии это его двигатель, это сердце. Заклеено. Ну, ты знаешь, каков-то? Он картонный? Да, это картон. Ну, типа это воздуханы какие-то. Похоже же на МГ-дизайн, да? Нет. Саморез? Как не похоже? Фигня какая-то. Это не стоит 150 тысяч? Может и стоит, что ты сразу начинаешь. Я тебе говорю, самое главное это какой двигатель. Если там какой-нибудь свежий Мерседесовский двигатель, он и дороже стоит, он и 400. Картонный там двигатель. Ты хочешь сказать, что эта тачка вообще даже не ездит? Нет, ну слушай, она как бы тяжелая. Вообще не картонная. Кто порекомендовал? Стажер? Стажер порекомендовал мне этого продавца. Ты вспомни, что он в последний раз купил за 30 тысяч? Вот в этом видеоролике он купил автомобиль без двигателя. А вместо двигателя было кое-что очень смешное. Рекомендую вам посмотреть. Подожди. А слышишь, сейчас от дождя-то этот самый Мерседес этот не растает? Растает. Сейчас посмотрю, если здесь есть документы, то это точно наш вариант. Да, оператор, у меня плохие новости. Это тот автомобиль, который мы купили. И судя по приборной панели, это точно Мерседес. Здесь уже этот, как сказать... Не мы купили, а ты купил. Меня вообще сюда не приписывай, пожалуйста. Я нормальный автомобиль. Смотри, какое рулевое колесо. Здесь тоже Мерседес. Ладно, смотри, понять, немец это или не немец, легко и просто. Любой немец, он вот с полтычка заведется, понимаешь? Если сейчас будет чех-пых, 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 как у нас буханка, это фигня. А вот настоящий немец, он заведется с полтычка. Да, я, короче, документы нашел, там же нашел ключи, уже вставил. Сейчас проверять будем. Все-таки немец. Да. Похоже на немца. Я на турбины посмотрю, не против? Да, зацени там выхлоп, он, по-моему, сдвоенный, или мне показалось? Сдвоенный выхлоп? Сдвоенный, один даже вверх направлен, прикинь. Офигеть. Реально немецкие автомобили. А, слышь, а что, что за марка, то есть, точнее, что за это, что за модель? Почему здесь нету салона? Смотри, сзади салона нету. Ага. Это все, огромный багажник такой получается. Так, квадратный этот, гелик, получается? Да, бывают двухдверные гелендвагены. Бывают двухдверные гелендвагены. И надо, короче, это... Надо распаковать этот багажник, чтобы узнать, что там внутри. Считаю, он такой огромный этот багажник, да? Ага. Ребят, давайте простоим следующим образом. Ставим 20 тысяч лайков под этим видеороликом. И в следующем видео, как только мы наберем 20 тысяч лайков, будем распаковывать этот огромный багажник. Вот этого, получается, картонного гелика, картонного автомобиля. Под капот заглянем, нет? Так он не открывается. Это такая фигня, короче. Он все, он, видишь, это так модно, понимаешь? Там вот фотографию, сейчас мой монтажер крепит сюда. Вот. Там, короче, накладки на двигателя. Пластиковые. Для того, чтобы модно было, красиво. А здесь картонный, это такой дизайн. Это limited edition. Я вспомнил, как это у немцев называется. Limited edition. Все, садись, дождь льет. Блин, ты больной, что ли? Какая разница, какую машину купили? Уже вот только такая есть. Поехали быстрее. Как эти типы сюда загнали эту тачку? Подрывает. Точно турбина, я тебе говорю, подрывает. А ты куда? А я проходимость проверяю. Видишь, какая? Смотри, мы по мокрой траве просто тупо идем. Просто тупо едем, все заваливаем. Это значит, что? Это значит, полноприводная тачка. В натуре гелик. Я сказал, да, гелик. Так. Просто, видимо, кузов сгнил. Поставили, какой был. Но мы можем это исправить. Кузов-то, он копейки стоит по сравнению. А все понимают, да, то, что я вообще понятия не имею, куда еду. Абсолютно вслепую. Потому что здесь нет зеркал бокового этого обозрения. И, короче, и здесь нету как бы зеркал никаких. Я... Подожди, 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 подожди. Дверь-то было закрыть. Ой, нифига себе. Вен, чуть не выпало. Закрывай. Так. Закрывай дверь. И поехали к нам в гараж. Да? Сколько далеко ехать? Ну, километров 30. Вот, подъезжаем к нашему этому гаражу. Ну, здесь вот начинается такой жесткий у нас оффрод. Но поскольку у нас Гелендваген, это нам совершенно не страшно. Даже несмотря на то, что он картонный. Ну, слушай, а что ты вот сейчас не снимал, как ты ноешь всю дорогу? Ну, ты что, Вия, тебя опять обманули. Это не стоит 150 тысяч. Так если это так и есть. Слушай, ребята, ну напишите в комментариях, кто-нибудь когда-нибудь в мире видел хоть один картонный автомобиль, который еще и ездит и перевозит. И там сзади такой огромный багажник. Кто-нибудь когда-нибудь такое видел? Я думаю, нет. Еще я посмотрел, там в бардачке лежали номера, там в бардачке лежали документы. Я номера надел, потому что без номеров-то ездить нельзя. Я их надел, поставил, все документы в порядке. Там даже цвет вписан коричневый. Коричневый. Все совпадает. Это же коричневый цвет. Это, кстати говоря, очень редко, когда, очень редкая комплектация. Когда, вон, люди радуются, видишь, завидуют. Все ржут. Почему ржут-то? Они завидуют, я тебе говорю. И тут ребята знают то, что я авторитетный участник аукционов. Я все время по этой дороге привожу самые необыкновенные автомобили к себе в гараж. Единственное, знаешь что? Мне вот говорили, что в гелике и во всех внедорожниках посадка... Блин, дверь открывается. Посадка неудобная. И как бы, да, есть такая сложность немножко. Я упираюсь в потолок. Еще очень холодно. Очень холодно так ездить. Сейчас. Давай там стекла. Надо было взять стекла там. Я опять... А, Анатолий, это, походу, наши лобовые стекла и лежали. Блин, походу. А мы же купили. Ну, ничего, вернемся, потом доставим. Сейчас печку включу, подожди. Вот буханочка. Ты посмотри, это просто, просто гараж мечты. Вот днивая, бедолага, что-то устала чутка совсем. Газик. И вот сюда в коллекцию добавляется картонный Гелендваген. Вот так вот. О таком можно только мечтать. А многие могут подумать, что, типа, этот деревянный жигуль, да, у него же тоже нету стекол. Ну, во-первых, обратите внимание, что форма кузова совершенно другая. Это не деревянный жигуль, это что-то другое. Это немецкие автомобили, назначено, я чувствую, да, по двигателю и слышу. Да и в конце концов, вон у нас стоит деревянный жигуль, пойдем к нему подойдем. Вот, в полной боеготовности здесь, около нашего гаража. Ничего с ним не поменялось. Правда, ребята, на нем нельзя нам ездить, до сих пор, потому что, типа, он деревянный, за что у него номеров нету. И мы не знаем, что с ним до сих пор делать. Так что пишите ваши идеи в комментариях, что он нам делает дальше с этим деревянным жигулем. Лучше ли мы отменим сердечком в комментариях. Правда, вот у меня большущий вопрос. Где теперь нам хранить наш Мерседес? А? Ты знаешь? Нет. Потому что на улице его нельзя хранить, он размокнут весь и сгниет с такой скоростью, с какой жиги не гниют. Деревянный жигуль, вон, тоже, он, он, понимаете, он двухфазное гниение у него. У него и гниет дерево по-своему, еще и металл внутри гниет. Здесь Мерседес, я закутал. Надо челлендж делать. Кто сгниет? Кто сгниет? Кто последний сгниет? Получит тысяч долларов. Ну че, Мерседес, посоревнуешься с деревянным жиглем? Что-то щелкнуло. Не, ну подстава, конечно, жуткая. Вот и солнышко вышло, прям как лето. Бабье лето началось. Напишите, знаете, из какого города какого температура. Потому что у нас вообще то 0, то 3 градуса, то, блин, как сегодня, то 20, блин. Короче, бабье лето, такая непонятная погода. Единственное, что меня смущает, это получается вот этот бензобак. Я так правильно понимаю, что нужно заправить бензин. 95-й. Это все-таки немец. Это серьезный автомобиль. И мне не терпится узнать, что внутри такого огромного багажника. Ну посмотрите, сколько там всего может поместиться, да? То есть что это все такое? А стажеру, честное слово, я на поддаю. Реально, он мне рекомендовал. Он говорит, вообще будет классно, вообще будет мечтать. Ну напишите в комментариях, как вы думаете. Автомобиль, конечно, уникальный. И необыкновенный. И собран на базе, получается, Гелендвагена. Мерседесовского. Напишите вы в комментариях, как думаете, стоит вот это вот 150 тысяч рублей или нет? Я все-таки немножко чувствую, что нас где-то налюбили с этой всей историей. Хотя, по крайней мере, ездит, да? Не то, что стажер купил автомобиль на унитазе. Это уж совсем другая история. В любом случае, надеюсь, что эти видео вам нравятся. Ставьте лайки, не забывайте про 20 тысяч лайков, чтобы вышло продолжение, друзья. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. Ну а с вами был я, Вячеслав Усмилов, или Живия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok